Скотство это любимая тематика одного интернет-издания, и мы с этим поборемся, теперь уж точно. То, что я купил, будет приглашать тот старый звук, уж простите, но мое искусство не пропить и не зафигачить. Вообще ситуация странная была. Ситроены привозились к нам несколькими командами. Все хотели продавать, но сравнивая с автоградом, у всех все скисло. Что такое Ситроены для меня? Да ничто. Ни один американец не купит себе такую. Да они там и не продаются. По сути, это масенькая Европа. По сути, только один Ситроен был, и он с подвеской Гидроматик. А так, обычная машина для людей из Европы не больше и не меньше. Еще 10 лет назад, представляя автомобиль этой марки, мы должны были одеть плащ, повязать шар и одеть берет. Сегодня Ситроен это абсолютно современный автомобиль-космополит. Поэтому мы можем его представить и вот в таких курках, и в бейсболках. Ситроен это. Ситроен это. Ситроен это. Ситроен это. Ситроен это. Это поступает серьезная автомобильная передача. Она вот берет, пусть даже одинаковый автомобиль, но старается найти в нем новенькое. Так поступают слабые передачи. Они просто берут коммерческое видео и крутят, то крутят бесконечное количество раз. Так поступает солидная фирма, типа серебряный СКВЭШ. Она предоставляет нам каждый раз автомобили на тест-драйве. Сегодня мы решили для себя открыть, лично я для себя решил открыть, вариант Ситроен С4 Хэтчбэк. Сразу назову этот автомобиль, автомобилем народным. Почему? Потому что очень демократичная цена от 450 до вот этой комплектации от 605 тысяч. Автомобиль с задатками максимально фаршированного электроника автомобиля. И здесь реализуется основной принцип. Четыре дисплея. Первый дисплей передо мной прямо, это хрометр. Второй дисплей, это спидометр со всем остальным фаршем. Также радио, разумеется. Ну и климат-контроль. Человек, русские люди, может быть, назовут Ситроен занудным автомобилем. Потому что не пристегнулся и он начал петь тут же. Пристегни ремень, пристегни ремень. На самом деле это не занудство, это забота о вашей безопасности, между прочим. И вынужден я с собой все-таки не согласиться. С моим начальным выступлением. Почему? Потому что, несмотря на всю современность и космополитизм, Ситроен все-таки остался истинно французским автомобилем. Так что придется, наверное, в следующий раз одевать и беретку, и плач, и шар. Хотя это неудобно, конечно, за рулем. Вот этот экземпляр просто поражает своей нафаршированностью. Потому что здесь и управление бортовым компьютером на руле. И круиз-контроль здесь же, на неподвижной бараночке, бублике. И все, что ваша душенька захочет, в том числе раздельный климат-контроль. Что касается его пятидверности. Это все-таки действительно семейный автомобиль, причем по салону очень большой. Но при этом, так же, как вот, допустим, и Ford Torus, Алексея. Этот автомобиль, несмотря на свою семейность, с такими очень спортивными задатками. Это чувствуется прямо сразу, когда садишься за руль. Потому что сидение с такими развитыми боковыми поддержками, достаточно жесткое. Да и подвески, так же, как и у купе, дают, что называется, поуправлять автомобилем всласть. Ну что, ну, элементарная переставка. Сами видите. Ну и где его купить, опять же. Где же купить этот замечательный пятидверный Citroёn C4? Где-где. Серебряный циквояж, конечно. КОНЕЦ